О завершении работы мусорной реформы говорить не приходится. Она, по сути, только стартовала. Но уже очевидно, что проблем, новшества принесли немало. Жители области недовольны скоростью вывоза отходов и самой схемой начисления платы за услугу. Оправданы ли претензии людей, когда ситуация нормализуется, выяснял Павел Желудев. Реалии 21 века. Вы можете зарядить электромобиль, но только рядом с кучей невывезенного мусора. Такая картина стала привычной на одной из станций техобслуживания в Иркутске. Проблемы с очисткой баков начались с нового года. По правилам мусорной реформы, организаторы бизнеса были вынуждены расторгнуть договор со своим прежним подрядчиком и заключить новый с региональным оператором зоны Юг. Начались проблемы с вывозом мусора. Мусор стал копиться, заявки оставляли, но, видимо, заявки эти куда-то терялись. Во-первых, заявочку очень тяжело оставить. Отвечали автоответчики, то есть нужно было подождать, пока освободится оператор. Но как бы удавалось все-таки оставить заявку, но никто на нее не реагировал. Почти за два месяца мусор с территории СТО вывезли всего один раз. Прежний подрядчик за меньшую сумму делал это дважды в неделю. Из подобной ситуации столкнулись не только предприниматели, но и собственники квартиры, а также частных домов. Сам региональный оператор факт сбоев с вывозом отходов не отрицает. Не бывали, в частности, из-за сильных морозов. Техника, понятно, работает на гидравлике, то есть даже технологически. В морозы, которые минус 32, гидравлика просто перемерзала, было шквал обращения. Но справлялись с этим и продолжаем работать. Тем временем у жителей региона продолжают возникать вопросы. Первые же квитанции от управляющих компаний с новой графой об уплате вывоза твердых коммунальных отходов удивили многих. В Ленинском районе Иркутска тариф оказался чудесным образом изменен. Вместо формулы 1 квадратный метр умноженный на 3 рубля 70 копеек, как положено, получился квадратный метр умноженный на 5 рублей 70 копеек. По итогу переплата на квартиру составила от 100 до 150 рублей. В этой части тоже будем проводить уже претензионную работу. Уточнять, если, конечно, есть какие-то несправедливые начисления, какие-то неточности, давайте вместе будем садиться уточнять, потому что технические ошибки не на старте бывают. Возможно, одной из главных ошибок реформы стала сама схема расчета за вывоз, исходя из количества квадратных метров, а не людей, проживающих на этой площади. Но, возможно, вскоре ситуация изменится. До 1 апреля в муниципалитетах проведут опрос населения. Формулировка примерно такая. Как лучше рассчитывать сумму платежа за вывоз отходов? По итогам установленная сейчас схема может измениться. Это такой социальный вопрос, даже, я бы сказала, сложный. Тяжело по квадратным людям пенсионного возраста, поскольку накопление мусора у них настолько минимальное, что с ценой это не соизмеримо. Но на этом вопросах мусорной реформе не заканчиваются. Не меньше и сюрпризов впереди. Уже с 1 июля установленный тариф вырастет. Это связано с появлением нового пункта за негативное воздействие на окружающую среду. Прогнозируемый рост 8%. Павел Жолудев, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Прогнозируемый рост 8.000. Новости по будням.